Всем привет дорогие друзья, с вами Яксенас и сегодня у нас обзор старого Рикимару, также сегодня мы еще соберем вот этот мощный артефакт, а этот артефакт как договорились оставим на следующую серию. Сегодня у нас будет Олдовский Рикки, сразу мы приступим к делу, посмотрим что у него тут было, что у него есть и конечно же постараемся поддушить. Первое с чего хотелось бы начать это конечно же собрать вот этот мощный артефакт, потому что в принципе по способностям персонажа нет смысла прибегать к разбору пока ребята не пропикают и не выйдут на лайны, ну и давайте собирать. Смотрите, этот артефакт у нас состоит из тех артефактов, которые мы собирали ранее, а именно Spirit Choice, там Economizer и Omnipotence, плюс Sacred Relic, то есть получается нам нужно все собрать то, что мы собирали ранее, а именно там сапоги вот эти всякие, жесткие артефакты, это самый дорогой арт, он тут 30к стоит. Посмотрим что он у нас делает, давайте начнем собирать, напишем Gold All, давайте вот так вот, вот так вот, всем золотишко прописали. Первое что нам нужно собрать это сапоги, так сапоги мы собрали, далее смотрим что нам нужно собрать еще. Omnipotence нужно собрать, что нам, как дается вот эта Omnipotence, Messerschmitt, потом Иглхорн, Мистик и Орба, хорошо, погнали. Мессерчмидт, Иглхорн и вот это, хорошо, есть у нас, импотенция чуть не сказал, ладно, пойдет. Далее, Omnipotence собрали, потом нужен Economizer, Economizer у нас собирается в принципе простенько, да, Мистик Став, Гуинсо и Мантии, получается вот так вот, хорошо. Хорошо и рефрешим, минус рефреш, хорошо, собираем раз, потом раз, два и сейчас будет три. Хорошо, есть, это все мы собрали, остается нам докупить Sacred Relic и будет у нас имба жесткий артефакт. Давайте прорефрешим и посмотрим что у нас произойдет. Вот сюда и Sacred Relic берем. Все, собрали мы мощный, опасный элитный артефакт, у нас, смотрите, какие большие статы, плюс соточка ко всему, давайте почитаем в целом, что там получается. Первое, что он дает, это максимальную скорость передвижения, далее потом 50 армора, 50 армора, нормально. 100 силы, 100 ловкости, 100 интеллекта, 300 урона. Какой-то Dimension Door актив и Divine Blessing, пассив, какое-то срабатывание пассивное, видимо, при атаках. И Dimension Door актив это блинк, короче, у нас получается бесконечный блинк по карте и мы можем делать все, что хотим. То есть, постоянно блинкуемся, вот так вот, то есть, ну, это такое, знаете, типа, то есть, получается, соединили экономайзер и соединили артефакт по телепорту. И получается у нас вот такой вот прикол, что мы можем по карте просто блинковаться. Прикиньте, насколько это имбово, ну, типа, причем тут нету еще комбота, комбота тут нету, и он еще без кд этот артефакт. Я сейчас его скинул, чтобы у меня на базу, если что-то пешило, по двойному нажатию. Это жесть, какая-то тема лютая. Ну, я не знаю, ребятки, смотреть вам. Также в комментариях, видел, читали еще насчет вот этого Heroes Bow, что якобы он работает по всей карте. Давайте сейчас посмотрим, Butterfly, Eaglehorn, Demonage, Hyperstone. Butterfly, Eaglehorn и Demonage, Hyperstone. Demonage, Hyperstone, Eaglehorn. Хорошо, и типа вот так вот, типа, да, нажимаем. А, ну да, получается так. Получается, можем стоять и закидывать вот это, вот эти вещи куда угодно. Но это жесть. Блин, с каждой серией, с каждым выпуском вот эти артефакты раскрываются с новой стороны. То есть, жесть. Вы просто можете вот так вот стоять на карте и раскидывать. Что это такое вообще? Это вообще законно? Это вообще законно так делать? То есть, вы просто стоите и наяриваете на большом расстоянии. Просто делаете рэмпэйдж. Так, артефакты пацанам я прописал. Хорошо. В общем, ребята, с артефактами мы разобрались. Мы собрали все артефакты, которые у нас есть, кроме вот этого. Этот артефакт мы соберем потом. Давайте теперь перейдем к Рикимару. Что ж. Всем привет, дорогие друзья, с вами Ксенанас. И сегодня у нас новый гайд на Рикимару. И что ж, все способности, которые у них есть, мы сегодня узнаем. Первая способность, которая у Рикимару есть, это, конечно же, первый момент Invisibility. Вторая это Blink. Третья это Криты. И четвертая это Deathward. Как бы это глупо и интересно не было. Давайте напишем LLUB. LL20. Вот так вот. И смотрите. Самое прикольное, что Invisibility у него дается с первого уровня. Ой, с пятого уровня. И сейчас мы можем его вкачать на три уровня. То есть 3 секунды Файтама, 2 и 1 и 6. Это прикольно. Вторая способность это тупо Blink. То есть вы можете вот так вот блинковаться. Да, то есть, ну... Обычный Blink на определенное расстояние. И, кстати, он выходит с Invisibility, когда что-либо применяет Рикимару. Тут это так работает. Поэтому вот такая вот тема. Вот такая вот тема. Далее посмотрим, что у нас тут происходит. У нас еще есть Криты. Криты обычные, типа, но трехкратные. То есть тут не обязательно, там, знаете, подходить куда-то, там, драться, там, я не знаю. Просто, ну, в смысле, как? Нужно драться. Обычные Криты получаются. Просто обычные Криты. Ля, у нас боты начали пушить. Посоветовали мне в комментариях дать им слоты, чтобы они играли в ДОТ. Ну и Криты, в принципе, обычные Криты трехкратные. Не Кроча надо задушить. И Пугну надо задушить. Дай задушу. Хорошо. Отлично. Все, пойдет. Ну и самое интересное, что тут есть, это, конечно же, Дез Вард. Не знаю, получится ли у меня сейчас воспользоваться этим Дез Вардом так, как нужно. А именно, это Вард, ну, типа, как у Вич Доктора, да, только их можно ставить по КД. Еще за счет того, что у меня есть вот этот первый артефакт, это вообще имба. Так, на сколько? На W, да? О, вот так уставим. Раз, два, три. Три Вардика поставили. Смотри, не пошла. Испепеление. Расставляем эти Варды, короче, и погнали. Хорошо. Так как у меня есть Экономайзер, я могу постоянно эти Варды расставлять. Если честно, немного не понимаю, почему у Рики Мару эти Варды, как бы, блин. Ну, раньше Рики, да, раньше Рики Вард ставил, поэтому, в принципе, и понятно, почему у него тут так. Почему у него тут так, это понятно. Так, смотрите. Что у нас тут есть? Давайте почитаем. Максимальный момент спид, 50 армора, это понятно. Абилити ту каст глобал дименшин дон. Ну, типа, телепорт, понятно. Спел каст байдис хиро он лонгер хавэ мана кост оркалдаун. Ну, типа, вообще, типа, ничего нету там. Хорошо. Так, ладно, я вот так вот делаю, и мне нормально. Тебя задушит. Задушит этот Вард. А его, кстати, еще можно разрушать, как вы заметили, и, соответственно, сейчас Разор и попытался это сделать. Рошана забрали, крипы наши. Нифига. Вы видели, где-нибудь, чтобы боты разбивали Рошана? В принципе, тут больше обозревать нечего, ребят, по этому персонажу. То есть, остается немного только пофаниться, ставить дезварды и душить. Бедный Пугна. Бедный Пугна. О, палка Пугны с одной тычки уничтожилась. Соответственно, у него тут хп на палке. Это плохо, кстати. Это плохо, если хп. Давайте вот так вот отойдем. О, люблю, когда манту создают. А как ты меня видишь? У тебя что тут, гемоль? Ты сентри поставил? Боже, такой вред. Ну, давайте туда, не знаю, дезвардами пушить. Next, next выпуск, ребятки, будем разбирать другого персонажа. Тоже не менее интересного. Но Рикимару такой себе, если честно. Ну, типа, как бы, меня не вставляет. Обычные простенькие Рикимару. Тут больше и нечего, в принципе, добавлять. Ой, мне арчить дали. Не могу в инвизите. Отстань, бобник. И... Мне еще как бы спушить надо как-то, я не знаю. Но сейчас, походу, будут душиться, чтобы пушить. Как-то тяжело будет, наверное. Все, у меня есть, блин, телепорты на базу. Давайте еще соберем что-нибудь. Что мы там собирали еще? Блудсворд можно. Буриза, Сатаник, Сакрит Рейлик. Значит, Сату надо будет, да? Вот это. ТБ. И вот так. Буриза, Сатаник, Сакрит Рейлик. Значит, да? Сатаник, Сакрит Рейлик. Все, погнали. Теперь мы заряжены. Посмотрите, меня видно везде? А, все, не видно. Я же, блин, выхожу с инвиза. Я совсем забыл. У, да блин. Вы поняли, да? С этой штуки можно зацвицидиться, окажется. Окажется. Я думал, я сейчас буду нажимать, короче, кнопочку. И буду, короче, всех убивать, бегать. С этого артефакта. Ну да ладно. Скипаем. Так, хорошо. Реснулись. Отлично. Далее, что нам нужно сделать? Так, давайте купим БКБ. Ну, раз у нас есть... То она, по идее, бесконечная будет, да? И можно будет вот так вот прыгать и не наносить себе урон. Хорошо. Отлично. Погнали дальше. Погнали дальше. Хорошо. Вот так. А ну, что тут у нас? Как там говорили, а колодец ты что не показываешь, как всей мощи? Ну, блин, тут вообще, смотрите, с колодца... Тут еще старый колодец, с которого можно хилиться. С которого можно хилиться. Так что это вообще имба. Имба? Это имба. Так, и там пацаны стоят. Давайте им накидаем. Хорошо. Воу, кидаем. И там летят вот эти вот... Да, есть. Блин, если честно, это типа такой дистанционный деф получается. Можно вот так вот пораскликать. И не париться. И колодец ломать спокойно. Это жесть. Я не знаю, зачем я это записываю, но это, наверное, прикольно. Вон, все, прилетел, прилетел деф. Поддержка с воздуха. Поддержка с воздуха. Так, все, сломали колодец. Хорошо. Теперь самое время ломать трон. Самое время ломать трон. Будем лишь рака делать. По КД. О, там еще эффект такой фиолетовенький, прикольный. Когда с жесткого имбового артефакта взрываешься. Блин, это просто жестко. Не знаю, ребят, кому это интересно, но... Наверное, интересно. А, кстати, next-овый видосик я выпущу чуть позже. Потому что я сейчас хочу начать делать гайд. Где-то next-овый видосик где-то выйдет. Может быть, не знаю, если будет время. То я, наверное, выпущу его... Где-то, может, через дня-два. Как время будет, я допилю. Все будет огонек. Блин, я не знаю. Я даже без VTF-мода, то есть, ну, казалось бы, да? Типа, ну... Я вот вроде читерю сейчас. Но на самом деле я не читерю. Не читерю. Я играю по механике игры. То есть, я собрал артефакты. Которые, ну, очень жесткие. Вот и все. Я, типа, по этим артефактам играю. Это жесть. Вот и вся игра. Так что, вот так, вот, ребятки. У нас получился выпуск на старого Рикимару. Не знаю, понравился ли вам такой выпуск. Давайте еще дезвардами заспамим им колодец. Сейчас, не знаю, успею я. О, пусть разор дефит. Хорошо. Пусть разорчик дефит. Сейчас заспамим им колодец и уже доломаем. То есть, я дезвардами вообще почти не играл. Я просто взял имба артефактами и их уничтожил. Сейчас ребята проресаются. И мы тут сделаем такую стенку. С дезвардов. С дезвардов сделаем вот такую вот страшную вещь. Ха-ха, смотрите. Щук, щук, щук. И пошло. Есть. Я не знаю, как это называется. Это, наверное, называется читер. Но я... Я даже без ВТФ играю, ребят. Чтоб вы понимали. Заказ у мадам. Зачем мне блинк свой, если у меня есть артефакт лютый? Я не знаю, это имбище какое-то. Избиение имбалансным Рикимару. Щук, щук, щук. А есть тот кик? Минус кик. Не могу я их докикнуть. И пугнаресается. Эти дезварды тоже лютая вещь. Короче, ребятки, вот такой выпуск у нас получился. Не знаю, смотрите. Старый Рикимару был с критами со всей этой темой. И, блин, прикольный. Классно. Что самое интересное, что разбираем все артефакты вместе. То есть, получается, я что-то доношу. Ребята еще подсказывают что-то еще. И потом вместе мы делаем вот такие вот выпуски. Интересно получается. В общем, ребятки, ставьте лайк. Если понравилась тема, пишите комментарий. Обязательно по поводу этой темы. Понравился ли вам старый Рикимару? Или, ну, вообще, на самом деле, тут понравились старые артефакты. То есть, как бы, артефакты вообще пушка. И они, кстати, по механике игры. Можно их собирать, да. То есть, это, получается, не незаконный способ играть, а законный. Вот такая вот тема. Все, ребятки. Всем удачи. С вами был Ксанас. До скорого.